Всем привет! У нас сегодня с вами топ нескольких ногтевых товаров с Алиэкспресса. Я не могу с ними с вами не поделиться. Была уже первая часть, я ссылочку оставлю на нее под видео. А это вторая. И тут не менее важные товары, которые мне очень сильно нравятся. Я постоянно также их использую. И сегодня хочу вам о них рассказать. Самый первый это поталь. У меня двух видов. Один набор 12 штук. Золото с синим, золото с красным. Два вида серебра. Она в баночках и мятая. Другая поталь листовая, которую используют художники, насколько знаю. И она оказалась очень классной. В последнем дизайне, в котором я ее использовала, мы ее рассрапали. И она была просто в восторге. Вообще поталь в последнее время у меня стала очень хорошо так приживаться. Если считать, что она втирается даже на старый топ, то есть ногти уже отросли, а она все еще втирается, то считаю, что качество у нее прекрасное. В каждой упаковке по 100 таких листов это очень много. Я не знаю, когда она у нее закончится. Лет через много брала я в двух оттенках серебро и золото. И очень рада этому. Золото, конечно, блеклое, но смотрится на ноготках все равно хорошо. Ее можно использовать вот таким образом. Просто нанести на любой цвет и все. А можно сделать с помощью нее дизайн. И всегда он будет смотреться очень ярко. Украсить какой-то уже рисунок. Вообще, вы часто в интернете наверняка видели, как поталь используют. Она сейчас популярная. Да и не только сейчас, а вообще всегда где-нибудь что-нибудь украсить ей очень хорошо. Плюс ко всему, она очень интересно смотрится под матовым топом. Да, под глянцево вообще блестит. Следующий хочу вам показать свои любимчики. Возможно, кто-то возразит. Но из всех, которые я пробовала, Николь, Дарри, Шугар, еще очень много фирм с Алиэкспресс. Николь, Дарри, причем я заказывала трех видов. Если вы помните, какие-то оказывались блеклые, какие-то слишком жидкие. То консистенция не та, то цвет не тот, то еще что-нибудь всегда какие-то были у меня с ними проблемы. Но с этими лаками у меня таких проблем нет. Причем черный уже древний, он уже практически высох. Все равно замечательно отпечатывает. И на пластина с хорошей гравировкой вообще никаких замечаний. И даже когда пластина не очень хорошую гравировку имеет, иногда отпечатывает. И я полностью ими довольна. Если вдруг не отпечатывается у вас лак для стемпинга, значит, надо штампик пожестче, и тогда все отпечатается. Стемпинг, мне кажется, вошел в жизнь многих людей, кто делает себе уникюр дома. Это очень удобно. Просто рисунки на любой цвет и вкус. И самое интересное, что можно сочетать разные цвета лаков и делать многослойный стемпинг. И смотреться это будет просто замечательно. Мы с вами такое уже делали. И, конечно же, я буду еще пробовать варианты. Потому что эта тема интересная. И, конечно же, с вами что-нибудь придумаем, протестируем в отдельном видео. Надеюсь, это будет в ближайшее время. Очень сильно надеюсь. Как вы поняли, у меня времени совершенно не хватает на канал. Но буду стараться все-таки вам показывать почаще и побольше видео. Ну и следующие пластины. Конечно же, это пластины для стемпинга, которые я обожаю. Я эту коллекцию собирала несколько лет. Вы помните, сколько я заказывала? По 10, по 20, по 2 пластиночки, по 1. Это просто уйма разных рисунков, которые между собой более-менее не повторяются. И пластины одинаковых у меня наконец-то нет. Я разобрала их все, посмотрела, проверила. Я хочу теперь раскомпоновать все отдельно новогоднее, отдельно летнее, отдельно весеннее, универсальное и так далее. Думаю, что таким образом мне будет удобнее выбирать. Но вот эта коллекция, она просто бессмертна. Знаете почему? Потому что блестки из пластины для стемпинга, все, что в сухом варианте или как вот этот металл, он не портится с годами. Ими можно пользоваться постоянно и ничего с ними не происходит. Если, конечно, вы их не царапаете скребком, не храните без обложки, они у вас от друг друга трутся, как у меня в одной коробочке. Буду что-то думать, придумывать или брать огромный кейс для пластин. Но боюсь, что в него все не влезет и придется брать два, а это выйдет очень дорого. Стемпинг у меня вошел в мою жизнь в течение полугода. Я вам рассказывала эту историю, когда у меня не получалось, не получалось. А потом в какой-то прекрасный один момент, раз и получилось. А все из-за того, что я поменяла штамп, поменяла пластины. И это сыграло просто огромную роль. Так что, если у вас не получается, никогда не отчаивайтесь. Я думаю, что в прямом эфире надо обязательно будет сделать вместе с вами стемпинг. Разобраться, почему все-таки появляются такие ошибки. И пластины не печатают, штаб не работает. И лак для стемпинга плохой. Все нормально, главное подобрать все-таки пластины. Тем более, сейчас на Алиэкспресс не все они великолепного качества, как раньше. Попадается не очень, а есть вообще такие, которые выкинуть не жалко, а только деньги потратили. Следующий мой любимчик, я вам показывала в прошлом году КАЦ. Я не отказываюсь от него, он классный аппарат, мощный, хороший. Но потом, позже, я в Новый год приобрела вот этот вот Стронг 210. Некоторые из вас наверняка помнят, что он пришел разбитый, я его клеила. Там внутри был просто ужас. Какое-то месиво, ощущение, что его в машинке стиральной проболтали, и после этого мне отправили. Но он до сих пор работает. У меня есть запасной маратон, стоит в сторонке, и я им очень редко напользуюсь. Но в основном этот Стронг меня только радует. Сколько было с помощью него сделано маникюров, я даже сосчитать не могу, но очень много. И то, что ручка тяжелая, все равно к ней привыкаешь, и она становится очень и очень удобной. Как-то увереннее начинаешь делать что маникюр, что снятие материала. И все чаще я использую аппарат в апиле геля. Это очень удобно. Главное подобрать плоскую фрезу, с помощью которой вы сможете просто контролировать наклон ее. Если она у вас будет пузатенькая, соответственно, наклон будет контролировать уже тяжелее. Но этот аппарат мне нравится, я его тоже включаю в топ. Он у меня отработал уже, получается, 10 месяцев. Да, 10 месяцев, вы представляете? Это тот аппарат, про который я сказала, что он месяц отработает и сдохнет. Но он работает до сих пор, чему я очень сильно рада, и с удовольствием буду пользоваться дальше. И, кстати, заметьте, я раньше насколько часто меняла аппарат, и сейчас уже не меняю на протяжении долгого времени. Мне совершенно не хочется, потому что я нашла для себя тот, который идеально мне подходит. Ну и последнее на сегодня, это, конечно, вообще чудо ведро, которое я обожаю. Да, оно дорого стоит, но вы не представляете, сколько мусорных ведер для того, чтобы делать ногти, я поменяла. Это огромнейшее количество. Постоянно они у меня были в гейлаке, пачкались, ронялись, все на них протекало, что только с ними не происходило. Это ведро за счет того, что сенсорное, и вы, когда проводите рукой, только тогда оно открывается, и само через несколько секунд закрывается, соответственно, я его не пачкаю вообще. Но от того, что оно стоит сверху, только пылится, и это тряпочкой протираю, ему уже больше года. Батарейки я после покупки не меняла ни разу, и я вам скажу, что сумму, которая стоит это ведро, полностью себя окупила. И вы знаете еще какой у него огромный плюс? Когда крышка закрывается, нет никакого из него запаха. То есть, если вы выкинули туда салфетку со спиртом, с цитоном, по идее, у вас должно все пахнуть. Но нет, такого не происходит. Оно закрывается очень плотно, за счет этого запах не проходит, и в этой комнате никакой вони вообще нет. Так что этой покупки я тоже очень довольна. Именно поэтому она мне входит сегодня в топ, и я ей безумно рада, и вам могу посоветовать. Ну а последний топовый товар, который я люблю, который я обожаю, покупала больше года назад. Как вы поняли, я вам сегодня показываю только те товары, которые уже давно использую. Они мне нравятся, и я не в полном восхищении, они мне только помогают. Это основа со сменными файлами. Но сразу хочу предупредить, что эти файлы тяжело снимаются. Это, конечно, минус, но если учесть их цену, учесть, что в основе уже больше года я их стерилизую в сухожарии, и они у меня только темнеют, и все. И то, если шкурочкой пройтись, но не шкурочкой, а остатком от пилки, она снова становится как новая, то все проходит. И еще девушка мне классный совет дала, то что остатки файла на основе можно просто убирать бафом или пилкой той же самой, которую вы сняли. И все прекрасно очищается. Главное перед этим просто хорошенечко отмочить. Вообще многие пишут, что не надо файл снимать сразу, а надо просто в дезинфицирующие средства вместе с ним и положить, и все отлично отходит. Очень много комментариев было по этому поводу. Я думаю, что девочки правы. И самое главное, это, конечно же, цена. Набор у меня полумесяца вышел 1000 рублей, 2 или 3 основы, и плюс там 3 комплекта разных грид. Если прямая пилка, то тоже у меня была основа и 20 штук на пенке. На них гриды всегда указаны, и в них невозможно запутаться. Так что вот такие вот у меня сегодня топовые товары для вас. На первую часть я, конечно же, ссылку оставлю под видео, да и на все товары в этом видео, которые присутствовали. Надеюсь, оно вам было интересно. Если вам нравится, чтобы я отыскивала у себя те штучки, которыми я пользуюсь прям постоянно, регулярно, и обожаю их, обязательно пишите об этом. Я могу снять видео не только такое подобное ногтевое, но и просто, чем я пользуюсь в обычной жизни. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр, спасибо за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось, дало хоть какую-то чуточку позитивных эмоций. Желаю вам всего самого наилучшего, ну и, конечно же, здоровых ноготков и классных, обдуманных и фееричных покупок. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok